всем привет ребята про 7 утра 8 час на импровизированном пятачке но отправлять на работу откуда вчера работал на этих на сборке аппаратов для караоке темно работа нет вот другой какой-то зеркал направляет меня посмотрю что там самое знаете что самое негативное в этом моменте когда отходишь подвижен ищешь себе работу нормальную самое негативное заключается в том что привыкаешь к этому к однодневному характеру труда привыкаешь к этому то уже все кто-то по отношению к работе появляется ладно если чудом покажу вам получится ну вчера не получилось я там это видеокамера невозможно было смех ну ладно если получится покажу что а а а а а а а Продолжение следует... 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 Напомните, что в ночной паре это не кабаки или сгинку там или что-то подобное не стоит заказывать, потому что вам его попросту не поставят. А не поставят, да? А какую музыку вы там ставите? Это больше клубная, попса, Q, EDM, R&B. А ваша вот любимая музыка какая? Я в принципе меломан, но чаще всего я играю хаус-музыку в разных направлениях, ну и допустим, ну рэп это неправильно называть, это больше хип-хоп, а ломана бит, допустим, я тоже играю, очень легко в принципе. Вы сами музыку пишите или нет? В данный момент я музыку не пишу, почему? Потому что из-за того, что есть определенный объем работы, которую я выполняю, то есть по аренде звука, света и всего остального, поэтому времени на это категорически не хватает. В Корее самая большая проблема это со временем. А вы раньше писали музыку? Раньше, ну как в самом начале еще занимался этим. А какую музыку писали? Ну, больше клубный хаос. Ну, если есть желание, да, можете посетить вот эти бары, которые помянул в интервью Сергей. Ну, скажите, вот, многие подписчики у меня интересуются, вам нравится жить в Корее или нет? Вот честно скажите, да или нет? Мне в Корее жить нравится. Почему? Потому что, допустим, если сравнивать, ну как, аспекты определенные, для меня в Корее есть куда стремиться, есть куда расти. То есть это страна, где есть возможности, если к ним идти, делать свое дело правильно, то ты к ним рано или поздно придешь. И, ну, как в наших странах, допустим, кислород не перекрывается. Вы, кстати, хорошо сказали, если есть какая-то цель, рано или поздно вы этого добьетесь, да? Да, потому что, когда ты идешь по ступени вверх, даже если ты падаешь на одну, ты можешь потом подняться на две, на три. Потом ты можешь опять упасть на две, на три, но подняться на пять, на шесть. И рано или поздно ты придешь к своей цели. А если, например, возраст зрелости придет или там алкоголизм или еще что-то? Ну, это уже другие аспекты, которые каждый человек должен справиться. Ну, у вас с этим проблем пока нет. Ну, я, допустим, ни курю, ни пью. Кстати, это очень хорошее упражнение, говорят, что неправильный, потому что я не пью, ни курю, но я не считаю такого. Ясно. Спасибо большое. Очень интересное такое. Ну, может, у вас есть какие-то там негативные моменты, которые вам приходилось испытывать в этой стране? Можете, хотите рассказать? Ну, негативных моментов, в принципе, особо-то нет. Если учитывать мою сферу деятельности, как диджея, смотреть. Допустим, наши люди, которые работают на производствах, на стройках, на тех же самых заводах, они очень сильно восстают, и когда они идут отдыхать, иной раз, ну, как, большинство отдыхают красиво. Но бывают люди, которые перебарщивают и считают, что когда они платят, они, короче, ведут себя точно так же, как с ними поступают на их заводах. И не надо забывать, ну, как этим людям, наверное, то, что в первую очередь все люди. Если с вами обошлись плохо, и вы так же сделаете, то это вам все равно вернется. Конечно. И поскольку вы упомянули вот эту сферу развлечения, ее особенности, вот раньше, да, это часто были драки, например, в ночных клубах, в Ансане, например, в Винчоне, среди мигрантов из СНГ. А сейчас это есть или нет? Сейчас такое есть, но это очень быстро пресекается. Почему? Потому что большинство заведений уже имеют тревожную кнопку. И в случае неконтролируемой драки уже, то есть если люди совсем уже перебарщивают, это вызывается полиция по тревожной кнопке. А непосредственно прямо в полицию эту тревожную кнопку? Да, это получается сигнал идет сразу на пункт полиции, и в течение двух-пяти минут уже наряд полиции приезжает в заведение. Да. Это в случае неконтролируемого конфликта, то есть когда уже все грани перешли. А так, если допустим... Поножовщина или еще что-нибудь. Поножовщина, да. А если, допустим, просто люди все отдыхают, друг друга задели, там друг друга не поняли, это обычно спокойно можно поговорить и решить этот вопрос. На месте, да. И здесь ничего такого нет. В общем, сейчас это стало более безопасно, да? На данный момент, как я это вижу, этого стало намного меньше. А чем раньше было? Раньше, например, не было таких тревожных кнопок, которые вызывали бы напрямую полицию. Ну, надеюсь, вам было интересно. Это интервью, которое нам озвучил Сергей. Я, как и раньше, вам утверждаю, что молодежи, да, в Корее, на мой взгляд, неплохо. Поэтому подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях. Так, я учту все ваши просьбы по возможности и раскрою вам, например, более такую интересную информацию, кто вам никогда этого не сделал. Пока. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...